Доброе утро! Вот таким вот забористым, хорошим, бодрым. Просыпайтесь скорее! Ну а прямо сейчас новости, после мы, конечно же, вернемся. О чем-то более интересном, любопытном. В Узбекистане приготовили 6 тонн плова. 6 тонн плова? 6 тонн плова. Мне кажется, это рекорд. 4-х литровый казан для этого был. И все очень неплохо. Это, конечно же, вполне возможно, что рекорд, но это лишь подготовка к полноценному, официальному достижению книги рекордов Кинеса. Вот такие рекорды я очень люблю. Вкусные рекорды. Повезло же тем счастливчикам, которые сейчас находятся там и могут пробовать рекорд на вкус. Это же здорово! Так вот, попытка установить этот самый официальный рекорд состоится 8 сентября. Как раз таки. Так что, если вы будете там проездом, можно посетить, вас бесплатно накормят. Ну что ж, дорогие телезрители, прямо сейчас мы предлагаем накормить себя самостоятельно, а именно приготовить завтрак своими руками. Вот. И следующий рецепт прямо сейчас перед вами. Доброе утро! Сегодня мы будем с вами готовить салаты с запеченным баклажаном. Для этого нам понадобятся помидоры, огурцы, болгарский перец, лист салата, лук красный, запеченный баклажан сам, маслины. Ну и получается заправка его оливкового масла, бальзамический уксус, также фитакска. Приготовление салата мы начнем с нарезки овощей. Берем болгарский перец, нарезаем его. Чтобы салат был красивым, мы используем болгарский перец разных цветов. И огурец. Ну и, конечно, красный лук. Чтобы салат получился вкусным и ароматным, мы добавим чеснок и петрушку. Теперь баклажан. Я его заранее запек при 200 градусов на 10 минут жар и заранее очистил. Делаем надрезы на баклажане. И чтобы придать баклажану аромат, мы его чуть поперчим и посолим. Теперь выкладываем баклажан на тарелку. И к нашему салату, к овощам, добавим маслины. Их нарезаем пополам. Заправка салата у нас бальзамический уксус белый. Оливковое масло. И слегка соевый соус. Не забываем добавить соль и перец. Теперь берем фитаксу и смазываем баклажан. Дальше, размешав салат, выкладываем его на порционную тарелку. Наш завтрак практически готов. Осталось только лишь добавить лист салата. И просто таким движением обрываем. Смешиваем его с остатками нашей заправки. И выкладываем на салат сверху. Салат с запеченным баклажанами готов. Это блюдо будет отличным завтраком для вас. Приятного аппетита! Напоминаю всем, что сегодня четверг, 24 августа. И данный день в календаре ознаменован очень многими важными событиями. Интересными открытиями и изобретениями. Начну с того, что, к примеру, в 1542 году испанский конкистадор Франциско де Орельяно открыл устье Амазонии. И вот, кстати, Амазонки. Назвал он ее так, потому что на экспедицию напали, внимание, индийские женщины-воины. То есть можно сказать, что действительно это были настоящие Амазонки. Символючные. А в 1853 году американцам Джорджем Крамом изобретены, внимание, картофельные чипсы. Да, да, те самые вредные, но многими так сильно любили. Прекрасное блюдо, абсолютно. И я всей душой его люблю. Ну вот главное, в меру, я думаю, что в этот случай. Ну и, конечно же, очень важное событие для нашей страны это День внутренних войск Кыргызстана. Поэтому поздравляем всех тех, кто относится к этой профессии. Ну и предлагаем всем вам, дорогие телезрители, узнать подробнее, что еще интересного имеет, вернее, было в истории. Просто-напросто заглянем в историю этого дня. Продолжайте быть с нами. 24 августа 1935 года в городе Фрунзе родился Эрнис Турсунов, народный поэт Кыргызской республики, драматург, переводчик. Его первый поэтический сборник «Цветы» был издан в 1956 году. Позже были написаны ряд пьес «Красавицы, правда, уступает, но не прощает», «Замандаш», «Байтик-Баттер» и другие. Также Турсунов перевел на кыргызский язык роман Евгений Онегин, Александра Пушкина, поэму «Кому на Руси жить хорошо» Николая Некрасова и другие произведения. В этот день, в 1941 году, поэты и писатели обратились к представителям научной и творческой интеллигенции республики с открытым письмом, в котором говорилось о необходимости сплотиться и трудиться ради победы. Уже в первые дни после этого обращения крестьянами на фронт было отправлено 5 миллионов пуда зерна, 2,7 миллионов пуда картофеля и овощей, 2,8 миллионов пуда мяса и других сельскохозяйственных продуктов. 24 августа 1964 года в городе Узген Оржской области родился Салиджан Шарипов – космонавт, герой Кыргызской республики и Российской Федерации. В 1990 году Шарипова отобрали в отряд советских космонавтов. Он прошел полный курс подготовки к полетам в качестве командира корабля. В январе 1998 года Салиджан Шарипов совершил свой первый полет на космическом корабле продолжительностью 8 дней 19 часов 46 минут 54 секунды. Второй космический полет он совершил в 2004 году в качестве командира космического корабля. В этой экспедиции Шарипов совершил два выхода в открытый космос. За успешное осуществление космических полетов космонавт был удостоен высоких правительственных наград Российской Федерации, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. В этот день, в 2013 году, кыргызстанский теннисист Даниэр Дулдаев стал победителем международного турнира, который проходил в Турции. Хочется сказать, что на днях составили список самых непопулярных стран для туристов. Обычно самые популярные составляют, а тут решили разнообразие внести. Так вот, первым оказалось Тихоокеанское государство Тувалу. Знаешь ли ты такое? Слышали ли ты когда-нибудь о нем? Возможно, слышала, но не запомнила. Это определенно. Ну, так вот, за год страну посетили всего тысячи человек. Слушай, ну действительно очень мало. Очень немного, очень скромно. А сколько стран в общем рейтинге непопулярных стран? Я расскажу о трех. Самых непопулярных странах на втором месте республика Кирибати. Здесь уже больше, значительно. Четыре тысячи. Ну, конечно, в четыре раза. Немало, да. Это хороший результат. Ну и замыкая тройку, Сан-Тома и Принципи, островное государство в Центральной Африке. И туристов здесь было аж восемь тысяч. Ну, вот интересно знать о цифрах в нашей стране, но я думаю, что у нас туристов все-таки намного больше. В нашей стране в этом рейтинге абсолютно точно не оказалось. Это здорово, это замечательно. Это здорово. Ну что ж, дорогие телезрители, вот такие рейтинги радуют, когда нас в них нет. В отрицательных рейтингах. А положительных хотелось бы все-таки. Ну что ж, я думаю, что положительные рейтинги можете составлять сами, к примеру, самое интересное мероприятие за эту неделю, которое я посетил. И вот пример таких мероприятий вы можете увидеть в рубрике «Афиша». В выставочном зале Союза художников Кыргызской республики «Дубовый парк» имени Семена Афанасьевича Чуйкова проходит выставка «За красной линией». Проект посвящается годовщине трагической гибели 17 молодых работниц в крупном пожаре на складе московской типографии 27 августа прошлого года. Инсталляция и видео за красной линией – первая попытка такими средствами рассказать об этой трагедии. В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтеева проходит выставка «Декоративно-прикладное искусство России. Авторские работы. 20-21 века». Выставка показывает лучшие авторские произведения из фондов Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства Москвы, а также произведения ныне работающих знаменитых мастеров прикладного искусства. С 21 по 25 августа в кинотеатре «Голубой и Сыкуль» города Чулпоната в рамках недели российского кино состоятся показы фильмов «Анна Каренина. История Врунского», «Дама пик», «Частная пионерская 3», «Монах и бес», «Ледокол». На арене Кыргызского государственного цирка шоу гигантских фонтанов. Три стихии в одном манеже – земля, вода и огонь. В программе «Бурые медведи», «Канадские лайки», «Обезьяны», «Кошки», «Воздушные гимнасты», «Акробаты», «Канатоходцы», «Иллюзионисты», «Клоуны» и «Тысяча фонтанов». С 24 по 26 августа в манеже Института физкультуры пройдет третья выставка товаров стран Шелкового пути. Будут представлены мебельная продукция, морепродукты, стеклянная посуда, сельскохозяйственная продукция, продукция по производству источников энергии, миникары и грузовые машины. 26 августа в Большом зале Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова состоится сольный концерт именитого музыканта Гийома Пересквера. Пять столетий гитарной испанской музыки. Вход свободный. Ну что ж, дорогие телезрители, вот такие, собственно, события вас ожидают. И я думаю, что помимо того, что интересно организовываться в городе, вот у нас с вами всегда есть замечательная возможность просто выйти и прогуляться по городу. Потому что я говорю о том, что теплых дней осталось совсем-совсем немного. Ну, сейчас наиболее комфортная, наверное, для прогулок температура. Нет никакого дождя, нет никакой жары, нет прохлада. Просто нейтральная такая погода. Можно выйти, насладиться в полной мере. Я думаю, это прекрасно, это замечательно. Да, я думаю, что наиболее полезно и интересно будет в том случае, если вы будете знать хотя бы небольшую, вкратце, историю той или иной улицы. К примеру, сегодня мы предложим вам пройтись пешком по городу, изучая улицу Пушкина. Есть у нас в городе улица в честь великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Сегодня в рубрике «Пешком по городу» мы вам расскажем о той ее части, которая идет от улицы Бати-Батыра до улицы Панфилова. Проходит она мимо памятника монумента «Борцам революции» по южной стороне Дубового парка. Мимо памятника Хурманджандатки на ней нет жилых домов. Есть бывший дом Союза писателей, здание исторического музея. Также на ней расположен протянувшийся на целый квартал каскад фонтанов с цветниками. А вы знаете, до 1937 года эта улица называлась Татарской. Оказывается, к востоку от улицы Краснооктябрьской ныне это Тенестаново. С дореволюционного времени она была заселена преимущественно татарами. В 1927 году ей суждено было стать общественно-политическим и административным центром города. В том году между улицами Первомайской, ныне это Розакова, и Дзижинской, ныне Бульвар Эркендик, было построено здание нынешнего Министерства культуры и туризма. Это здание было построено в 1927 году для Совнаркома, то есть Совета Народных Комиссаров Киргизской АССР. И до 1936 года, когда было построено первое правительственное здание, то есть второе правительственное здание, это на улице бывшей Кирова, данное здание использовалось уже под другие функции. Первоначально здесь была Академия наук, размещались институты, потом здесь был Исторический музей Киргизской Республики. Часть крыла этого здания занимал Зоологический музей Академии наук. Здание примечательно как с точки зрения памяти к архитектуре, так и истории, потому что в этом здании работали известные деятели киргизской политики, такие как Оросбеков, Розаков и другие члены правительства. Здание Совнаркома сразу изменило облик тогдашнего района. С северной стороны к улице примыкала наша местная Красная площадь. В те годы просто большой пустырь. На этой площади и улице около 10 лет проходили праздничные демонстрации, устраивались парады и митинги. Я сколько ее помню, она всегда была красивой улицей. Живу я с дня рождения в городе, это много лет. Мне лично не нравится вот это. Около театра стоят мусорные баки, пусть они аккуратные, но это все-таки не место для мусора. Конечно, в Кишине на шаржах больше, азар уже яхши-яга наилену отат. Азар уже наилену отат. Азар заман изгырну отат. Ховы изгырну оттекенде. Памятник Курманчан-Татки на этой улице стоял не всегда. До 2004 года на его месте был памятник Дзержинскому, а еще до него – Ленину. По этой улице горожане любят прогуливаться, ведь она одна из центральных, и с ней пересекаются всеми любимые аллеи, парки отдыха. Сейчас она еще цветет и пахнет. Цветы, зелень, отдыхающая молодежь, семейные. На ней поистине уютно. И хочется верить, что такой эта улица будет оставаться еще не один десяток лет. Сегодня в программе. Педиатры скорой и медицинской помощи теперь в новой веселой униформе. Когда приходим, они насторожены. Но потом, видя наши вот эти глазки, наши дельфины, начинают, особенно дети, которые до двух, до трех лет, начинают что-то смотреть, разбираться, что-то это самое. Счастье быть матерью – это то чувство, которое нельзя сравнить ни с одним другим ощущением. Бэби-бокс. Что это такое? Лайфхаки с горячим клеем. Экспериментируйте вместе с нами. Мы снова здесь. Мы снова с вами. Всем желаем добрейшего утра. И есть новость, как всегда, любопытная, забавная и интересная. Ну, рассказывай, не томи. Гоночный автомобиль. Астон Мартин далекого 56-го года выпуска продали на аукционе за достаточно большую сумму. Вопрос, он на ходу? На ходу, в очень хорошем состоянии, надо сказать. И продали его за 22,5 миллиона долларов. Слушай, ну на такую сумму очень много можно купить. Целый автопарк, я могу сказать, можно купить. Да, немало автомобилей, немало недвижимости можно купить, но кто-то предпочел вот именно такой вот ретроавтомобиль. И в итоге эта машина стала самым дорогим автомобилем британского именно производства. Предыдущий рекорд тоже принадлежал автомобилю этой марки, но стоил он аж на миллион дешевле. Ну, целый миллион разницы, я думаю, это действительно колоссально. Ну, вот год прошел и вырастет цене еще на миллион. Мне интересно, тот, кто купил эту машину, будет ли он разъезжать по улицам гордо? Мне кажется, эта машина не для этого абсолютно. Просто ты вышел в гараж, смотришь на нее, созерцаешь, и тебе хорошо. Ты приглашаешь гостей в гараж, да, теперь уже, чтобы посмотреть на машину. Это же целое произведение искусства, потому что 56-й год, в хорошем состоянии. Это прям, можно окунуться в то время. Ну, я думаю, действительно, на такой машине даже жалко будет разъезжать по улицам города. Тем более, если вы не очень аккуратный водитель. Сейчас мы предлагаем всех обратить внимание на то, что существует в городе. У нас очень такие интересные лежачие полицейские. Неровности, так скажем так. Специально задуманные. 20 августа в столице завершилась работа по установке искусственных неровностей для ограничения скорости. Или, как их в народе называют, лежачих полицейских. Стои искусственных неровностей установлены возле средних школ и детских садов прямо на пешеходных переходах. То есть, горожане отныне будут проходить дорогу по самому ограничителю. Сама же так называемая «зебра» нанесена специальным термопластиком, который, как обещают, будет виден в любую погоду. Это не краска, это холодный пластик, она как клей. Она быстро раствует за 15 минут. Мы успеваем, замажем, успеваем. Здесь гарантия больше года. И что хорошо, она и зимой, и в такую дождливую погоду она видна. Даже вот под снегом. Если ранее ширина лежачих полицейских составляла 25-35 сантиметров, то сейчас она около 3 метров. Высота новых неровностей 7 сантиметров, в то время как старые были выше почти в два раза. Именно это, как оказалось, и создавало немало хлопот водителям транспортных средств. Прошлой зимой из-за обильных снегопадов их даже пришлось демонтировать. Нынешние же установлены по европейским стандартам. Это европейский стандарт, это практикуется в Америке, и в России, и в Казахстане. Это стандарт, евразийский стандарт наш. Она в ширину от 3 метров, высота 7 сантиметров. На мой взгляд, они лучшие. Так как шире и ниже, а значит, зимой не будет проблем. Они в высоте дела, высоту пролетают, а ширину уже не пролетишь. Ходовка повыскакивает. Самое удобное для водителя, это, наверное, то, что искусственную неровность можно заметить издалека. А это значит, если вы даже не увидели дорожный знак, то точно нажмете на тормоза. Заметив лежачего полицейского, чтобы не нанести урон своему автомобилю. Также возле 97 школ и 74 детских садов установлены дорожные знаки. Внимание, школа. Размером 90 на 90 сантиметров. На них нанесена высокоинтенсивная светоотражающая пленка, отвечающая ГОСТу, который действует на территории СНГ. Высоко светотражающий. Он и ночью, и днем отражается светом. И внимания, любого человека, он максимально внимательно обращает вот этот свет. И вот маска из Германии, остальное самое мы все производим. Этот знак тоже гарантия 10 лет. И стойка, и этот, полностью гарантия 10 лет. Если говорить о цене, на установку одного такого знака затрачено 4000 сомов. А цена одного квадратного метра лежачего полицейского составила 630 сомов. Анара Бешикева, Тимур Ходемджаров, Студия Замана. Все большую и большую популярность набирает традиции отдавать необычные имена своим детям во всем мире. И вот я знаю, что в Кыргызстане раньше была такая традиция, когда ребенок родился, и отец выходит из юрты, и первое, что он видит, так и называет ребенка. Вот увидел ложку, так и называет. Ну, это, конечно, так, в общих чертах. Примерно такая же ситуация случилась и в Соединенных Штатах Америки. Родители, чья дочь родилась в полное солнечное затмение, так и решили назвать свою дочь затмение. Ну, на английском языке... Любопытное имя. На английском языке это звучит намного красивее и лучше. Не затмение, а эклипс. 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 Неплохо. Ну, вот я думаю, что да, решили они это сделать, потому что все-таки случается полное солнечное затмение довольно-таки редко, и решили таким образом опознать, что вот их дочь родилась именно вот в такой момент, именно в такой день. Но она будет считать себя особенной. Ну, я думаю, что каждый ребенок должен чувствовать себя особенным, чем важно. Вот она будет в большей степени чувствовать себя особенным. А если назвать ребенка особенным, чтобы он еще больше чувствовал себя особенным? Ну, мне кажется, такие есть, их немало. Спешл какой-нибудь. Ну, я думаю, мальчика можно назвать так. Ну, в общем, мы, конечно, уже немного подшучиваем, но необычные красивые имена должны, конечно же, обязательно носить какой-то смысл и приносить ребенку радость, чтобы ему потом тоже было комфортно жить с этими именами. Да, чтобы было не стыдно. Счастье быть матерью – это то чувство, которое нельзя сравнить ни с одним другим ощущением. Но, к сожалению, не все женщины готовы к таким переменам в своей жизни. В июне месяце информагентство сообщили о том, что в жилом массиве Арча-Бишик, города Бишкек, неизвестная женщина родила в туалете. Бросив младенца в выгребную яму, она скрылась. Местные жители, к счастью, успели спасти новорожденную девочку, вытащив ее из туалетной ямы. До приезда врачей они самостоятельно обрезали пуповину и помыли ребенка. А милиция по сей день ищет бросившую ребенка женщину. Как только я ее достал, она тут же заплакала. Потом мы вызвали милицию и скорую помощь. После выхода информации об этом факте, в социальных сетях многие пользователи начали бурно обсуждать очередной случай с брошенным новорожденным. Пользователи сходились во мнениях, что лучше, чем оставлять новорожденного на верную погибель, можно было не допускать его рождения вообще. На этот случай есть средства для предохранения от беременности и уж на крайний случай аборт. В 2016 году отказались от своих детей именно в лечебных учреждениях, это в организации здравоохранения, 58 детей. Но при рождаемости у нас год рождается 150-160 тысяч детей. Конечно, эти показатели говорят о том, что у нас идет уменьшение от отказа от ребенка. Но при этом у нас есть другой факт, что у нас в 2016 году было 172 ребенка, которые подкинули домой кому-то. И на этих детей были составлены акты, органы внутренних дел составили акт, они проводили разыскные мероприятия по установлению биологических родителей. Еще в Средневековье, чтобы сохранить жизнь нежеланным новорожденным детям, в монастырях были специально оборудованы ящики. Видимо, проблема с рождением нежеланных детей была всегда. Так называемые бэйби-боксы или окно жизни сегодня активно используют в европейских странах. Бокс представляет собой специально оборудованное окошко на первом этаже медицинского учреждения. Через окно можно положить ребенка в кровать-колыбель, которая находится с внутренней стороны здания. После чего дверца заблокируется, и снаружи ее уже будет невозможно открыть. Около бэйби-бокса нет видеокамер и охраны, так как многие женщины боятся общественного осуждения и хотят сохранить анонимность. Об оставленном младенце сотрудники медицинского учреждения узнают по тревожному звонку и миганию лампы. В Кыргызстане подобных боксов нет. Это будет противоречить создание бэйби-боксов. Это будет противоречить конвенции о правах ребенка, которую Кыргызстан ратифицировал в 1994 году. И согласно конвенции, конвенция говорит о том, что право ребенка – это житель воспитываться семье. И каждый ребенок, даже если в случае того, что он отказался, он передан на усыновление под опеку, он должен знать своих биологических родителей. Саренбю Абдувалиева, зав. отделением патологии, новорожденных детей Национального центра охраны материнства и детства, уверена в том, что бэйби-бокс – это запасной выход. И он всегда должен быть. Возможно, в какой-то момент он спасет малышу жизнь. Прежде всего, говорит она, мы ориентируем женщину на то, чтобы она отказалась от шага, делающего ее ребенка сиротой. Мы стараемся делать все для того, чтобы женщина поняла, что в этом мире она не одна. Чем эти случаи бы повторялись, то это нужно делать цивилизованно и делать юридически правильно. Я думаю, люди бы поняли, потому что мир движется вперед. И сегодня перед миром стоит единственный вопрос – сохранить жизнь детей, сохранить жизнь новорожденных детей. Я думаю, что это не ущемляет права ребенка, потому что ребенок, он однозначно, он даже не знает, что с ним произошло. Но если мама пошла на этот шаг, и как мы с вами говорили об этом, что через какое-то время мама может прийти к такому заключению, что она должна забрать этого малыша. У нас есть случаи, когда мамы ищут своих детей через 15-20 лет. По Уголовному кодексу Кыргызской Республики, убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после родов, а равно убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости, наказывается лишением свободы на срок до трех лет. Вопрос о установке бэйби-бокса в Кыргызстане поднимался периодически. В последний раз его обсуждали в 2015 году. Сторонники этого метода сохранения жизни новорожденным так и не договорились с его противниками. По словам депутата Джогур Хукинеша Кыргызской Республики Аиды Касымалиевой, к проблеме социального сиротства нужно подойти комплексно. Когда говорим о бэйби-боксах, мы должны учитывать, что на самом деле мы говорим о последствиях, а нужно говорить о причинах. В чем причина? И бороться с причиной. У нас очень большие проблемы по планированию семьи. Мы встречались с имамами, с местным населением, с Айлук-Мютю, то есть объясняли им, что такое планирование семьи. Потому что у нас понимают, что это ограничение или уменьшение количества детей. Это не так. Это просто каждый ребенок должен быть желанным. Между ними должно быть 3-4 года, чтобы мама была здоровой, чтобы не было анемичности, чтобы не было материнской смертности. Это первый вопрос. То есть мы должны работать в области планирования семьи. И конкретно уже начинать с 9 класса. И нужно очень хорошо, внимательно посмотреть. Говорят имам Савагы, я бы сказала, есть другой урок. И там уже нужно очень аккуратно говорить, как человек должен относиться к своему телу. Как он должен готовиться к семье и к отношениям. У нас очень много разных стереотипов, что как только ты начинаешь произносить слова презервативы, контрацепции, все пугаются, все думают, что это аморально, что мы приучаем девушек к сексуальной жизни, агитируем. Это не так. Планирование семьи мы должны очень хорошо, сообразно нашей ментальности объяснить. Конечно, бейби-бокс – это не лучшее решение социальных проблем, а всего лишь один из инструментов. Не стоит питать иллюзию по поводу того, что одной таблеткой можно вылечить все болезни. Однако не стоит и отрицать тот факт, что спасение любым способом детских жизней – приоритет в любом обществе. Исула Санбекова, Тимур Коджемджаров, студия «Замуна». Друзья, дамы и господа, ни для кого не секрет, что наступает осень. Для кого-то это не самая приятная новость. Но, тем не менее, это факт. И это время, конечно же, всяческих вирусов, инфекций и так далее. И мы поговорим о том, как их избежать. Да, и особенно это такое опасное время для детей. Ну что же, сегодня мы поговорим об этом с Каркабатовой Назгуль Хасановной, врачом-педиатром-инфекционистом. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, сразу же о времени, которое подступает. Это осень, она приближается. Скажите, пожалуйста, какие наиболее часто встречаемые заболевания в этот период, то есть между летом и осенью? Ну, лето и осень – это является сезон острых кишечных инфекций. В основном часто болеют у нас дети. Это от 6 месяцев до 2 лет. Как это проявляется? То есть как увидеть, что ребенок заболел именно кишечной инфекцией? Конечно, первыми симптомами желудочно-кишечного поражения – это могут быть тошнота, рвота, боли в животе, наличие жидкого стула – это более 3-4 раз. Стук бывает водянистый, обильный, с примесью патологических, допустим, это кровь или слизь. Также это симптомы интоксикации – это повышение температуры тела, общее недомогание, рвота, может быть, у ребенка. Что делать, если вот ты видишь, что ребенок заболел и, скорее всего, это кишечный гриб? Ну, в домашних условиях, конечно, первым методом лечения является отпаивание ребенка. То есть как можно больше жидкости? Да, не выходя из дома, нужно отпаивать ребенка. Это либо кипяченая вода, рисовый отвар, есть растворы приготовления, это ОРС, называется, ригидроном. Один пакетик готовится на литр воды и в течение суток надо отпаивать. Обязательно ли при этом обращаться к профессионалам, к врачам, например? Конечно, нужно обратиться в ближайшую поликлинику, вызвать на дом врача и выполнять все рекомендации своего лечащего врача. А как, можно ли сказать, что вот в этом году была острее проблема стояла или же меньше, чем в прошлом? То есть сравнить с тем, что было в прошлом году? Ну, сравнить, конечно, в этом году у нас очень много случаев отравления пищевых, также проявление просто кишечной инфекции, также проявление вирусной кишечной инфекции, которая ведет за собой очень чреватые такие последствия, как обезвоживание организма. А вот как все-таки избежать этой инфекции? Ну, элементарные правила соблюдения личной гигиены – это мыть руки с мылом по приходу с улицы домой, после посещения туалета, также перед едой. Также употреблять продукты свежеприготовленные, не использовать продукты питания, которые скоро портящие продукты. Также хранить правила хранения продуктов питания в холодильнике, иметь дома обязательно в рабочем состоянии. Промывать овощи и фрукты под проточной водой. Также не использовать воду из открытых водоемов, а ручную воду, пить только кипяченую воду. Вот такие вот меры по тому, как предостеречь себя, своих родных и близких от кишечной инфекции. Ну, вроде все достаточно просто, но в любом случае постоянно, каждый год одни и те же проблемы. Одни и те же проблемы у нас регистрируются. Ну, все-таки кто-то о чем-то забывает, мне кажется. Наверняка. Это профилактическая работа, работа с населением, проведение бесед, встреч, радиовещания, телевещания и оповещение населения о мерах личной безопасности. Это соблюдение элементарных правил личной гигиены. Ну, вот лето все-таки практически подходит к концу. То есть уже можно сказать, что многие вопросы останутся позади. То есть именно проблема быстрого, быстро портящихся продуктов, либо же, может быть, каких-то не самого лучшего качества продуктов, которые поставляются порой к нам. И наступает осень, то есть это уже другой период и уже другое заболевание. Правильно я понимаю? Правильно. То есть чем чаще всего болеет осенью? Осенью в основном это могут быть отравления, последствия употребления, консервирования, допустим. Нужно смотреть при покупке именно консервированного продукта, это на срок годности. Вид ли бомбажа, допустим, и домашняя консервация, то же самое. Нужно смотреть на целостность продукта. То есть если качество, запах или какой-то привкус имеется, есть сомнения, что продукт уже, скажем так, чуть-чуть подпорчен, то лучше всего от такой еды отказаться напрочь. И не жалеть потраченных денег. Это точно. Здоровье, оно все-таки важнее, потому что потом это так аукнется, что можно сто раз пожалеть. Ну и к тому же есть опасность заболеть ОРВИ, например. Это вирус очень распространенный. Вирусная инфекция, она является очень летучей инфекцией. Пути передачи этой инфекции, это воздушно-капельный путь и тесный контакт на бытовой путь передачи. Но в основном тоже у нас болеют дети. Меры профилактики – это вообще ограничение мест посещения, где скучность большая. Также в период эпидсезона воздержаться от поездок, допустим, в общественном транспорте. И также соблюдение правил личной гигиены. Это не тереть грязными руками нос, глаза. Чтобы не усугублять ситуацию. Еще я знаю, что если вы чувствуете, что начинает поступать вот это заболевание, лучше всего носить маски. Хотя вот есть все-таки люди, которые категорически против этих масок, считают, что если носить маску, то вирусы снова возвращаются к тебе. И ты как бы делаешь круговорот вот этих вирусов и не излечиваешься от болезни. Можно сказать про эту маску? Да, ну вообще масочный режим у нас, допустим, в эпидсезон, это правильно. Но нужно правильно, конечно, воспользоваться этими масками. В течение каждой 4 часа мы должны менять масочки. Если, ну, конечно, в домашних условиях мы их, что делаем, чаще стираем и проглаживаем. Спасибо вам большое за такие рекомендации. Я думаю, что всем нашим зрителям они будут полезны. Ну что ж, дорогие телезрители, и снова всем доброго утра, отличного настроения. Я надеюсь, что даже самые-самые Соня уже проснулись и к нам присоединились. Ну а в Китае всем временем появился суперкомпьютер, который способен диагностировать 100 пациентов за 5 секунд. Как быстро, слушайте. Ну это, конечно... Неимоверно быстро. Он максимально точно анализирует медицинские карты, анализы, ставит диагнозы и даже подсказывает наиболее успешные в перспективе методы лечения. И есть еще одно уточнение. Как говорят, компьютер ставит диагнозы на 20% точнее, чем люди-медики. Слушай, ну а это может означать то, что со временем мы будем диагностироваться при помощи компьютеров и уже не будем ходить к терапевтам, скажем так. Ну, вполне вероятно, потому что уже есть такая вот инициатива, но врачи все равно нужны. Врачи, конечно, куда без них. Не надо лишать их работы. Да, это точно. Особенно, когда она необходима в экстренных ситуациях. Прямо сейчас сюжет о скорой медицинской помощи. В диспетчерской службе начинается работа скорой медицинской помощи. Именно сюда поступают вызовы со всего города. Принимают тревожные звонки дежурные диспетчеры, которые передают вызов бригадам врачей неотложной помощи. Вызовов бывает за сутки 600, 50, 600, 700. День на день не приходится. Это от нас не зависит, это от населения, как вызывают скорую. Уже в половине восьмого утра они в боевой готовности. Приняв смену у своих коллег, отдежуривших сутки, вновь прибывшая команда медиков готовится к первому вызову. 18-18. Особенно много поступает звонков педиатрам. Педиатрическая служба, как говорит Кристина Александровна, особенно востребована среди населения. Ведь речь идет о детях. А чтобы дети не пугались докторов, недавно врачам выдали новые формы. Ну вот эти формы нам помогли приобрести общественный фонд, помогать легко. У нас 50 сотрудников врачей и фишеров, и всем были шиты эти костюмы. Теперь врачи вместо привычных белых халатов одели одежду с ярким, веселым притом. Интересно, как отреагируют маленькие пациенты. Сейчас мы выезжаем на вызов. А как реагируют на это дети? На одежду реагируют все равно, когда приходим, они насторожены. Но потом, видя наши вот эти глазки, наши дельфины, начинают, особенно дети, которые до двух, до трех лет, начинают что-то смотреть, разбираться, что-то это самое. Новорожденным это не надо, а более старшие все говорят, о, приехали, как маленькие дети садика. Ну а мы следуем по адресу проспект Мира, 97. Поступил звонок от дедушки, который сообщил о том, что его семилетняя внучка обожглась кипятком. Врач-педиатр Алмаш Абдрахманова и фельдшер Вера Ивановна направились к больной, оказать первую медицинскую помощь. Ожог произошел накануне вечером. Девочка, как оказалось, всю ночь терпела боль. Братья и сестры постарше не решились обратиться за помощью. Только утром, приехав домой, дедушка вызвал скорую медицинскую помощь. Доктора осмотрели девочку. Семилетняя Ханакея не испугалась докторов и не заплакала при их виде. Собираемся и едем в больницу. Сейчас маленького пациента Ханакея везем в больницу. В какую именно? В четвертую горбольницу, ожоговое отделение на третьем этаже, потому что у нее множественные волдыри. Нужно вскрывать. Мы пожелаем Ханакеи скорейшего выздоровления, а в бригаде медиков терпения. Ведь их ждет следующий пациент. Дорогие телезрители, напоминаем вам, что 8 часов всегда наступает время, в которое вы можете позвонить к нам, поделиться своей радостью, ну или поздравить кого-то, может быть, по поводу, а может быть, тебе. Замечательная возможность, так что прямо сейчас берите свои телефоны в руки и набирайте заветные цифры нашего прямого эфира. 0-312-65-42-33 и 0-312-65-42-34. Ну а если вы хотите заранее отправить свое поздравление, то всегда можете сделать это при помощи электронного адреса. Только, пожалуйста, не забывайте делать в теме пометку поздравления и указывайте, в какой день хотелось бы вам, чтобы озвучили это поздравление. Ну что ж, напоминаем вам, что можно позвонить не только поздравляя с днем рождения или с даты свадьбы, может быть. Есть немало очень классных поводов, потому что сегодня день МВД. Да, внутренних войск Кыргызской республики, поэтому и по этому поводу можно позвонить, поздравить, возможно, своих коллег, может быть, самого себя, ну или, может быть, тех, кого вы знаете. Ну а мы, в свою очередь, тоже поздравляем всех сотрудников внутренних войск Кыргызской республики. Ну что ж, дорогие телезрители, звоните. Я думаю, следует еще раз напомнить номера нашего прямого эфира. Я с удовольствием это сделаю. Итак, 0-312, слушайте внимательно, 65-42-33 и 0-312-65-42-34. Целых два номера, все к вашим услугам. Напоминаем, что сегодня 24 августа для тех, кто, возможно, еще не заглядывал в свой календарь. Кстати, сегодня была запатентована машина, ой, тостерная машина для выпекания тостера. Это прекрасное изобретение и, действительно, очень полезное в быту. Это точно. Я обожаю эти поджаренные хлебцы. Но мы отошли от темы. Друзья, звоните абсолютно по любому поводу, неважно, день рождения, свадьба, просто вот хорошее настроение. И вы хотите им со всей стороной поделиться. Мы всегда рады. Да, вот я хочу, к примеру, поделиться тем, что сегодня все еще лето, лето продолжается. Поэтому давайте хотя бы по этому поводу уже улыбнемся и порадуемся. Мне кажется, это замечательно. Ну и напомним, что до празднования Дня Независимости осталось тоже совсем немного меньше недели. Поэтому тоже готовимся к этому важному событию. Много прекрасного нас ожидает в самое ближайшее время. Так что нужно, чтобы настроение соответствовало. Ну что ж, дорогие друзья, я предлагаю еще раз напомнить электронный адрес нашей студии. И думаю перейти уже к поздравлению все-таки. К поздравлению всех, кто сегодня что-либо отмечает. Напоминаю, что электронный адрес замана 2020 собачка.ктрк.кг. Вот так вот. Мы продолжаем. И так как скоро наступает заветно, возможно, для кого-то, а для кого-то нелюбимое время, это школьная пора. Но вот я по окончании, честно говоря, в школу очень скучаю по тем временам. Потому что все-таки они были такими очень веселыми, интересными. А раньше казалось, что вот бы быстрее поздравлеть. А сейчас, думаю, жаль, что нельзя вернуться в прошлое. Я думаю, что многие сейчас находятся в предвкушении, кто-то не самым приятным. Но, тем не менее, школа – это прекрасная пора. И нужно в полной мере этой порой наслаждаться. Да, и важно позаботиться не только о том, какие знания получит ваш ребенок, но и, конечно, о том, какое питание будет у ребенка в школе. В канун нового учебного года, кроме покупки школьных принадлежностей, ремонта классов и прочих вопросов, многие задумываются о школьном меню. Вопрос школьного питания всегда был важным, как для родителей, так и для учителей. О том, каким оно будет в этом году, мы обратились в Управление образования мэрии города Бишкек. В настоящее время утвержденное меню Управления образования, согласованное с ГСН города Бишкек, оно представляет собой набор блюд, в которые входят хлебобулочные изделия. Это будет пирожок, булочка и напиток. И три раза в день мы еще подаем детям кашу. Из расчета 14 сом. Сами расчеты утверждаются ежегодно бишкекским городским кенешем. И у нас появилась возможность с позапрошлого года, с 2015 года, увеличить в два раза сумму для питания детей в воспомогательных школах города Бишкек. У нас всего три школы, обучается там более 500 детей. И расчет составляет там 28 сом на человека. Напомним, что несколько лет тому назад в Кыргызстане был успешно запущен пилотный проект по организации школьного питания. Со всех регионов нашей республики были отобраны более 100 школ с низким уровнем продовольственной безопасности. Положительные результаты пилотного проекта по оптимизации школьного питания оценили руководители муниципалитета и продолжили внедрять в столичных школах улучшенные модели питания, которые позволяют предоставлять детям младших классов расширенное меню. Уже сейчас в пилотных школах запущены пищеблоки для свежей выпечки и организации горячего питания. Вот сейчас мы входим в пищеблок. Пищеблок тоже полностью оборудован. И вот здесь вот расположен холодильник. Далее вот это вот специальный стол с дубовым покрытием. Это разделочный стол. Здесь вот они булочки разделывают. Все это взвешивается. У нас вот есть обязательно весы. Все предусмотрено. И линия, вообще все оборудование, оно поставлено именно правильно рассчитано, оно правильно проставлено. То есть здесь есть научный такой подход. Здесь вот у нас стоит миксер промышленный. Далее вот везде проведена вода, потому что канализация полностью заменена. Здесь вот у нас находится тестомес. Вот тестомес, тесто промесилось, потом оно поступает на разделочный стол. Далее это плита. Здесь вот у нас специальный шкаф, тоже нам это поставили. А это расстоечный шкаф. То есть булочки разделываются, потом они стоят в расстоечном шкафу. Безусловно, хочется, чтобы во всех школах дети питались полноценно, вкусно и сытно. Ведь от питания зависит развитие ребенка. Поэтому мы вернемся к вопросу школьного питания и узнаем мнение учеников относительно школьной еды, как только начнется учебный год. Китайский бизнесмен взял и накормил 5000 человек лапшой абсолютно бесплатно. Какой он молодец, хочется порадоваться. И все это в ответ на добро, которое ему сделали. А какое добро ему сделали? Все расскажу. Дело в том, что предприниматель приехал в китайский город Чунцин, чтобы сделать предложение своей девушке. Он купил кольцо с алмазом весом 3 карата за 300 тысяч юаней. Я подсчитал это примерно 3,5 миллиона сумм. Очень дорогое кольцо. Очень дорогое кольцо. Он взял и забыл его в лапшичной. Просто забыл. Но мир не без добрых людей. Один из клиентов нашел кольцо, отдал менеджеру, ну а менеджер в свою очередь вернул его владельцу. И после этого бизнесмен радостный, довольный, после того, как невеста уже согласилась выйти за него, заказал всем лапши. После череды таких позитивных событий. Да, и целый день стояла очередь, и целый день все бесплатно ели. Интересно. Я думаю, что те люди, которые бесплатно поели, тоже в свою очередь, возможно, сделали хотя бы небольшое, но доброе дело. Как же здорово, когда происходит череда, скажем, цепочка таких вот добрых дел. Это правильно. Начните с себя, хочется сказать сразу. Это точно. В МИТИ существует столько идей, столько советов. Для того, чтобы упростить себе жизнь. Век технологий и прогресса, к счастью, позволяет нам делиться своими идеями друг с другом. Сегодня будем показывать простейшие лайфхаки с жидким клеем. Поехали! Вам знакома такая ситуация, когда вы куда-то собираетесь и обнаруживаете, что на ваших любимых сережках нету силиконовых застежек. Не расстраивайтесь, это дело поправимо. Если у вас есть под рукой горячий клей, то вы с легкостью можете заменить застежку. Клей в твердом виде отрезаем по размеру и придаем нужную форму. Девочки, вечеринка спасена! По советам блогеров, при помощи клея можно сделать креативную игольницу. Давайте проверим. Для этого нужно заполнить горячим клеем вот такую крышку. Теперь ждем, пока она подсохнет. Готово! Отличная альтернатива обычной игольнице. Следующий лайфхак больше подходит для мужской половины. Если у вас сломался резак, то вам опять же придет на помощь горячий клей. Сделайте так, как показано на этом видео. Получился очень удобный держатель. Также блогеры подсказывают, что из горячего клея можно сделать стирательную резинку. Берем кусочек твердого клея, приклеиваем ее к задней части простого карандаша. Теперь проверяем. Стирает, конечно, не так хорошо, как обычные стирательные резинки. Но свою функцию все же выполняет. Фантазируйте, творите и упрощайте себе жизнь. Сегодняшние лайфхаки оправдали себя. Вы можете их использовать, ведь они были проверены нами. Ну что же, дорогие телезрители, подошло время, когда у нас есть в студии интересные гости, с которыми есть о чем поговорить. Да, гости творческие, между прочим, это танцевальный коллектив «Агама». И поговорим мы прямо сейчас с Наргисой Смаиловой, одной из солисток этого коллектива. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, Наргис, мы видим, конечно, ваш необычный наряд. И я думаю, что многие наши зрители думают, ну как, они же вроде танцовщицы, танцевальный ансамбль. А вы вот в костюме барабанщика. Да. Мы ничего не напутали? И с музыкальным инструментом. Да, все верно. Мы с барабанами и с палочкой танцуем. Вот в темноте, только они в темноте светятся. Очень красивый танец. Всех вдохновляет, завораживающий. Очень красивый танец. Такой очень энергичный я. Да, очень энергичный. Заинтриговали, будет эффектно. А как давно вы его поставили? Мы поставили недавно, вот неделю назад. Сейчас мы тренируемся каждый день. Как бы у нас новая, вот эта новая наша постановка в танцевальной группе Агамо. То есть это премьера? Да, это премьера. Это дебют. Это приятно. Ну а скажите, пожалуйста, в целом, сколько танцев в вашем репертуаре? Сколько человек в вашем коллективе? В нашем коллективе очень много. Есть и маленькие детишки, которые танцуют с детства. Я, например, с детства танцую в группе Агамо. У нас, мы народники, у нас народные танцы. В основном танцуем восточный, уйгурский, узбекский, русский танец. И наш кыргызский, традициональный. Но вот все-таки являясь ансамблем, который преимущественно выступает в таком направлении, это народные танцы. Как вы решились взять такой танец, непростой, скажем так, и необычный? Кто-то, может, посоветовал? Или вы сами пришли к этому однажды? У нас очень много идей, и мы думали, какой танец поставить такой необычный в Кыргызстане. И мы очень думали, как я знаю, что в Кыргызстане нет танца, танец гусаров. И мы решили посоветоваться, чтобы поставить такой танец энергичный, красивый, в стиле тгусаров. Ну, здорово, молодцы. Я думаю, что наши зрители уже думают, как же будет все это выглядеть? Что это же такой за танец с барабанами? Барабаны будут куда-то вот плясать, будут в них бить или что? Ну что ж, дорогие телезрители, мы продолжаем. И я хочу рассказать о том, что интересного происходит в Японии. А именно там запустили, вернее, прошли испытания установки для добычи электроэнергии еще одним необычным способом, а именно за счет подводных течений океана. Япония вообще главный поставщик наших новостей. Много всего любопытного и интересного в этой стране происходит. Да, я думаю, что если сейчас будут среди вас люди, которые спросят, интересно, каким таким образом можно из подводных течений океана добывать электроэнергию. Я расскажу, наверное, об устройстве, которое как раз-таки перерабатывает его. Это три расположенных на глубине от 20 до 50 метров цилиндра длиной в 20 метров, то есть по 20 метров каждый. И внутри двух из них расположены лопасти диаметром до 11 метров каждый, который создает вращение. Ну а тот цилиндр, который находится посередине, существует для того, чтобы балансировали они, то есть находились, скажем так, на одной глубине. Итак, вообще, вернее, как располагают сами изобретатели, 100 киловатт можно будет добывать электроэнергии, но, к сожалению, первые испытания показали пока что эффективность всего-навсего на 30 киловатт. Но я думаю, что это все-таки начало, главное, что результаты есть. Главное, успешный старт, хоть какие-то результаты были, значит, это действует, это эффективно, следовательно, можно выжать еще больше. Да, но у нас тоже есть кое-какие новшества в городе. Конечно, не сказать, что это какое-то изобретение. Что-то высокотехнологичное, но начало тоже неплохое. 22 августа в столице завершилась работа по установке искусственных неровностей для ограничения скорости, или, как их в народе называют, лежачих полицейских. Стои искусственных неровностей установлены возле средних школ и детских садов прямо на пешеходных переходах. То есть, горожане отныне будут проходить дорогу по самому ограничителю. Сама же так называемая зебра нанесена специальным термопластиком, который, как обещают, будет виден в любую погоду. Это не краска, это холодный пластик, она как клей, она быстро раствует за 15 минут. Мы успеваем, замажем, успеваем. Здесь гарантия больше года. И что хорошо, она и зимой, и в такую дождливую погоду она видна, даже вот под снегом. Если ранее ширина лежачих полицейских составляла 25-35 сантиметров, то сейчас она около 3 метров. Высота новых неровностей 7 сантиметров, в то время как старые были выше почти в два раза. Именно это, как оказалось, и создавало немало хлопот водителям транспортных средств. Прошлой зимой из-за обильных снегопадов их даже пришлось демонтировать. Нынешние же установлены по европейским стандартам. Это европейский стандарт, это практикуется в Америке, в России и в Казахстане. Это стандарт, евразийский стандарт наш. Она в ширину от 3 метров, высота 7 сантиметров. На мой взгляд, они лучшие, так как шире и ниже, а значит зимой не будет проблем. Они в высоте дела, высоту пролетают, а ширину уже не пролетишь, ходовка повыскакивает. Самое удобное для водителя, это, наверное, то, что искусственную неровность можно заметить издалека. А это значит, если вы даже не увидели дорожный знак, то точно нажмете на тормоза. Заметив лежачего полицейского, чтобы не нанести урон своему автомобилю. Также возле 97 школ и 74 детских садов установлены дорожные знаки. Внимание, школа. Размером 90 на 90 сантиметров. На них нанесена высокоинтенсивная светоотражающая пленка, отвечающая ГОСТу, который действует на территории СНГ. Высоко светоотражающий. Он и ночью, и днем отражается светом. И внимания, любого человека, он максимально внимательно обращает, вот этот свет. И вот маска из Германии, остальное самое мы все производим. Этот знак тоже гарантия 10 лет. И стойка, и этот полностью гарантия 10 лет. Если говорить о цене, на установку одного такого знака затрачено 4000 сомов. А цена одного квадратного метра лежачего полицейского составила 630 сомов. Анара Бешикева, Тимур Ходемджаров, студия «Замана». Экспериментируйте вместе с нами. Ну что ж, дорогие телезрители, напоминаем вам, что сегодня 24 августа, четверг. И хочется сказать, что сегодня еще у нас, вернее, прямо сейчас у нас в студии гости очень интересные. Я думаю, что их победы вдохновляют. Да, с большим удовольствием их представлю. Кенчебек Чекиров, президент Федерации грэплингов Кыргызской Республики. Кроме того, Сергей Зенов, многократный чемпион по масс-рестлингу. Доброе утро. Утрое доброе. Здравствуйте, ребят. Здравствуйте. Для начала хотелось бы узнать, что такое грэплинг. Расскажите поподробнее. Ну, Ростислав, это... Мы уже несколько лет, как мы это пропагандируем. И популярность его давно уже зашкаливает. И поэтому, наверное, в двух словах можем сказать, что грэплинг – это совмещающие все борцовские дисциплины. Вольные, греко-римские, самбо, дзюдо, джиу-джутсу. Дающие право, возможности, правила бороться всем данным видом единоборств. Ну, и мы знаем, что близится турнир очень важный, ответственный, куда наши ребята тоже заявлены. И чемпионат Азии в восстание будет проходить. Расскажите о нем. Да, ну, самые ответственные такие моменты, что я, как являюсь учредителем двух федераций, двух направлений этого вида борьбы, скажем, первого направления, мы, которое грэплинг IDCC, да, Абудаби Комбат Клаб, мы уже завоевали лицензию. И в Финляндию полетим в сентябре на чемпионат мира. Это более такой профессиональный грэплинг, очень солидный, туда попасть, только первого номера попадать нам в мир. И там выступают на финалах, как мы известно, бойцы известных промоушенов, как Беллатар, UFC. А вторая федерация, которая более спортивная, более такая любительская, скажем, грэплинг направления. Мы сейчас на стадии подготовки. И вот числа 30 августа, буквально на носу, мы заканчиваем тренировочные сборы по этой дисциплине по борьбе. Мы уже, ребята, поедут в сборную команду восстанавливать на чемпионат Азии. По итогам 2-3 сентября будет восстанавливать на чемпионат Азии по универсальной борьбе. И по итогам данных чемпионатов дальше в октябре будет в Азербайджане, в Баку, чемпионат мира по данной дисциплине. Какие у вас все-таки, может быть, ожидания от наших спортсменов? Есть ли шансы, хотелось бы спросить, прежде всего, ну и как вы сами оцениваете готовность и как продвигается подготовка? Ну, я, наверное, не открою Америку, что скажу, что спортсмены, так же, как и люди все, мы являемся более суеверными. Я бы не хотел бы заниматься таким прогнозом, потому что мы уже, наша федерация в Кыргызстане, мы уже полноценными являемся членами, конкурентами на мировых коврах и, думаю, ковер покажет. Я знаю, что из-за рубежа наших спортсменов действительно очень хорошо знают, а некоторые даже побаиваются. Но мне хотелось бы все-таки узнать, сколько человек отправится на соревнования, которые состоятся в Астане. Есть ли уже список? Да, потому что мы перед тем, согласно календарному плану, мы все двигаемся поэтапно, и утвержденно мы внутри республики, и согласованно с международными федерациями. На данный чемпионат едут 16 человек и двое девушек. Да, девушки борются, потому что у нас по правилам международных требований должно быть гендерное равенство. Есть уже полноценные девушки, которые завоевали здесь чемпионаты республики по универсальной борьбе, и поедут бороться двое девушек. И я параллельно всегда стараюсь готовить не только тренерский состав, но и судейский корпус. Поэтому двое судей поедут на азиатский турнир в качестве судейского состава. То есть они будут участвовать, правильно я понимаю? Да. Будут судьи от нашей страны. Да. Ну здорово, это на самом деле радует. Ну а если говорить о тенденциях развития этих двух направлений, это ММА и грэплинг, хочется все-таки спросить, мы все-таки с вами не первый раз встречаемся в студии, как сейчас идут темпы, больше ли человек желает, скажем так, заняться этим видом спорта, и приходят также с других видов спорта, или есть те, которые хотят начать с нуля? Насколько очевиден прогресс в этом виде спорта? Наглядно. Ну, прекрасно то, что вы говорите об этих вещах уже более знакомых для вас, как-то уже на слуху. Грэплинг – самый основный фундамент для ММА, потому что партерная борьба, умеющая, владеющая болевым и удушающим приемом, он будет чувствовать себя как рыба в воде, заходя в октагон, в клетку. А насколько она развивается сейчас у нас, развивается она быстрыми темпами, потому что по второй федерации, которую мы проводили буквально полтора месяца назад, в нашем прекрасном новом физкультурно-оздоровительном комплексе «Газпром», на участие по грэплингу и панкратиону пришло 450 участников. Это вообще очень, мы даже, я даже не прогнозировал, это один из показательных, наверное. А в Кыргызстане особо развивается ММА, особо развивается. Ну, я помню, вы привозили гостей из-за рубежа, и они отметили, что у Кыргызстана, у кыргызстанских спортсменов очень большой потенциал, и даже не спортсмены уже обладают какими-то задатками самого настоящего борца. Да, к этому, наверное, я всегда, вы прекрасно знаете, что у нас и федерации, и бойцовский клуб, который «Файтер Киджи» называется, мы в первую очередь очень нацеливаемся на более стержен, нравственную, воспитательную, моральную сторону этих бойцов, потому что это потенциально, чтобы не попали ни в криминальную среду, чтобы они эмоции сдерживали на улице, потому что это потенциально опасные люди, получается, в обществе. А чтобы они полноценно себя чувствовали, сдерживали, этот процесс, учебный тренировочный процесс должен быть проводиться с самого начала, вовремя, до конца, потому что они должны регулировать свои какие-то негативные эмоции, потому что они умеют бороться, болевые, удушающие делают, которые за несколько секунд можно человеку летальный исход привести. Я очень рада, что на самом деле, помимо того, что вы тренируете спортсменов, готовите к соревнованиям, также ведете и такое морально-нравственное воспитание, потому что это очень важно, чтобы спортсмены, многие ведь люди, которые даже от рождения обладают большой силой, должны уметь направить эту силу в мирное, полезное, нужное русло, которое принесет огромную пользу всей стране. Да, ну и хотелось бы о масс-рестлинге тоже поговорить, насколько я знаю, вы являетесь чемпионом мира. Нет, призер чемпионата мира. Призер чемпионата мира, но все-таки. Близко, очень близко. Кто спросит, как вы вообще пришли к этому виду спорта? Я знаю, что вы очень разносторонний спортсмен. Ну, мне всегда нравилась борьба, как бы это начинал я с боевого самбо, потом попал в руки Кинчимея Кагая и начал заниматься уже грепплингом и боями. Ну, потом пришло время, что я для себя, как бы, мне нужно было выбирать работу, там, что-то еще, и я ушел в пауэрлифтинг. Пауэрлифтингом занимался где-то года 3-4, и однажды к нам пришли в зал и показали вот эту борьбу. Это якутская борьба, бесконтактная. То есть два соперника сидят друг напротив друга, им дают палочку 50 сантиметров, диаметры так, вроде 5 или 10 сантиметров. Ногами упираетесь в доску, ну, и это борьба, как бы, на характер. То есть у кого какой характер. То есть не всегда сильный побеждает слабого. То есть там и ловкость, и умение, и так же нужно думать. То есть нужно быть достаточно изворотливым, чтобы вытянуть этот самый трофей у своего соперника. Да. В России это очень, как бы, развитый вид спорта уже более 12 лет. А основные чемпионы, это, конечно, якуты. То есть это их основной вид спорта. Они его очень сильно пропагандируют. И у них, как бы, в планах его ввести в олимпийский вид спорта. Но я вот хочу отметить, что вы, являясь призером чемпионата мира по масс-рестлингу, не хотите ли улучшить свой результат? То есть, как мы оговорились, может быть, это не просто так. Может, такое как раз-таки, скажем... Драмплин своеобразный. Да. Хотите ли вы стать действительно настоящим чемпионом мира? Есть ли такая цель? Ну, кто бы не хотел. Но вы идете к этой цели? Или вы все уже... Нет, это просто где-то мечта, так на полочке стоит. Нет, конечно, это цель. Это цель. Но это радует. Одна из моих целей. Я думаю, что вот, раз уж у нас такие гости в студии, можно попросить несколько мастер-классов для того, чтобы, ну, скажем так, улучшить свое физическое состояние. Да, вот как просто проснуться утром и моментально стать бодрым, например? Привести мышцы в тонус, скажем так. Ну, начну с того, что, наверное, утренняя зарядка – это, наверное, не тренировка, чтобы многие понимали и многие, наверное, боятся, что зарядка – это какая-то, ну, именно должна быть физическое сильное напряжение мышц. Это просто, ну, как я понимаю, это нужно разбудить свое тело. Вот. И зарядка может начинать даже с постели. То есть она должна быть прежде всего легкой? Да, она должна быть легкой, просто этот размять мышцы, разбудить себя, привести себя в тонус. Это не нужно там обязательно бегать, там, кросс, подтягиваться. Просто, ну, многие, может, из-за этого как бы так сильно не хотят этим заниматься. Ну, учитывая, что вы масс-рестлер, скажите, пожалуйста, делаете ли вы упор, скажем, на пальцы, на руки? Потому что все-таки есть такая основная работа – это держать как раз-таки палку руками крепко. Есть ли какие-то упражнения, может, специализированные для пальцев? Ну, да, в принципе, у нас в зале как бы там со штангой, там, с блинами мы там ходим, просто в руки берем и… То есть просто вот так вот поделав, ты не накачаешь мышцы пальцев? Да, не с маленьких уцет. Да, так, естественно, да. Так мы только можем сделать зарядку. Ну, тоже хорошо. Ну, что ж, спасибо вам большое за то, что вы сегодня к нам пришли. Мы желаем вам успехов в дальнейших соревнованиях, чтобы все больше и больше наград. Новых, еще больших достижений мы вам желаем. Спасибо, что пришли. Спасибо за интересную беседу. Учеными подсчитано, что каждые три секунды на Земле появляется новый ребенок. Но, к сожалению, не каждому ребенку рады. И в связи с этим появляются новые меры по тому, как решить данный вопрос. Поэтому тема сейчас будет очень серьезная. Вопрос темы бэби-бокса. Что же это такое? Счастье быть матерью – это то чувство, которое нельзя сравнить ни с одним другим ощущением. Но, к сожалению, не все женщины готовы к таким переменам в своей жизни. В июне месяце информагентства сообщили о том, что в жилом массиве Арча-Бишик, города Бишкек, неизвестная женщина родила в туалете. Бросив младенца в выгребную яму, она скрылась. Местные жители, к счастью, успели спасти новорожденную девочку, вытащив ее из туалетной ямы. До приезда врачей они самостоятельно обрезали пуповину и помыли ребенка. А милиция по сей день ищет бросившую ребенка – женщину. Как только я ее достал, она тут же заплакала. Потом мы вызвали милицию и скорую помощь. После выхода информации об этом факте, в социальных сетях многие пользователи начали бурно обсуждать очередной случай с брошенным новорожденным. Пользователи сходились во мнениях, что лучше, чем оставлять новорожденного на верную погибель, можно было не допускать его рождения вообще. На этот случай есть средства для предохранения от беременности и уж на крайний случай – аборт. В 2016 году отказались от своих детей именно в лечебных учреждениях, это в организации здравоохранения, 58 детей. Но при рождаемости у нас год рождается 150-160 тысяч детей. Конечно, эти показатели говорят о том, что у нас идет уменьшение от отказа от ребенка. Но при этом у нас есть другой факт, что у нас в 2016 году было 172 ребенка, которые подкинули домой кому-то. И на этих детей были составлены акты, органы внутренних дел составили акт, они проводили разыскные мероприятия по установлению биологических родителей. Еще в Средневековье, чтобы сохранить жизнь нежеланным новорожденным детям, в монастырях были специально оборудованы ящики. Видимо, проблема с рождением нежеланных детей была всегда. Так называемые бэйби-боксы или окно жизни сегодня активно используют в европейских странах. Бокс представляет собой специально оборудованное окошко на первом этаже медицинского учреждения. Через окно можно положить ребенка в кровать-колыбель, которая находится с внутренней стороны здания. После чего дверца заблокируется, и снаружи ее уже будет невозможно открыть. Около бэйби-бокса нет видеокамер и охраны, так как многие женщины боятся общественного осуждения и хотят сохранить анонимность. Об оставленном младенце сотрудники медицинского учреждения узнают по тревожному звонку и миганию лампы. В Кыргызстане подобных боксов нет. Это будет противоречить создание бэйби-боксов, это будет противоречить конвенции о правах ребенка, которую Кыргызстан ратифицировал в 1994 году. И согласно конвенции, конвенция говорит о том, что право ребенка – это жить и воспитываться в семье. И каждый ребенок, даже если в случае того, что он отказался, он передан на усыновление под опеку, он должен знать своих биологических родителей. Саганбю Абдувалиева, зав. отделением патологии, новорожденных детей Национального центра охраны материнства и детства, уверена в том, что бэйби-бокс – это запасной выход, и он всегда должен быть. Возможно, в какой-то момент он спасет малышу жизнь. Прежде всего, говорит она, мы ориентируем женщину на то, чтобы она отказалась от шага, делающего ее ребенка сиротой. Мы стараемся делать все для того, чтобы женщина поняла, что в этом мире она не одна. Чем эти случаи бы повторялись, то это нужно делать цивилизованно и делать юридически правильно. Я думаю, люди бы поняли, потому что мир движется вперед, и сегодня перед миром стоит единственный вопрос – сохранить жизнь детей, сохранить жизнь новорожденных детей. Я думаю, что это не ущемляет права ребенка, потому что ребенок, он однозначно, он даже не знает, что с ним произошло. Но если мама пошла на этот шаг, и как мы с вами говорили об этом, что через какое-то время мама может прийти к такому заключению, что она должна забрать этого малыша. У нас есть случаи, когда мамы ищут своих детей через 15-20 лет. По Уголовному кодексу Кыргызской республики, убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после родов, а равно убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости, наказывается лишением свободы на срок до трех лет. Вопрос о установке бэйби-бокса в Кыргызстане поднимался периодически. В последний раз его обсуждали в 2015 году. Сторонники этого метода сохранения жизни новорожденным так и не договорились с его противниками. По словам депутата Джогурху Кенеша Кыргызской республики Аиды Касымалиевой, к проблеме социального сиротства нужно подойти комплексно. Когда говорим о бэйби-боксах, мы должны учитывать, что на самом деле мы говорим о последствиях, а нужно говорить о причинах. В чем причина? И бороться с причиной. У нас очень большие проблемы по планированию семьи. Мы встречались с имамами, с местным населением, с Айлукмуту, то есть объясняли им, что такое планирование семьи, потому что у нас понимают, что это ограничение или уменьшение количества детей. Это не так. Это просто каждый ребенок должен быть желанным. Между ними должно быть 3-4 года, чтобы мама была здоровой, чтобы не было анемичности, чтобы не было материнской смертности. Это первый вопрос. То есть мы должны работать в области планирования семьи и конкретно уже начинать с 9 класса. И нужно очень хорошо, внимательно посмотреть. Вот говорят имам савагы, я бы сказала, есть другой урок, и там уже нужно очень аккуратно говорить, как человек должен относиться к своему телу, как он должен готовиться к семье и к отношениям. У нас очень много разных стереотипов, что как только ты начинаешь произносить слова презервативы, контрацепции, все пугаются, все думают, что это аморально, что мы приучаем девушек к сексуальной жизни, агитируем. Но это не так. Планирование семьи мы должны очень хорошо, сообразно нашей ментальности объяснить. Конечно, бейби-бокс – это не лучшее решение социальных проблем, а всего лишь один из инструментов. Не стоит питать иллюзию по поводу того, что одной таблеткой можно вылечить все болезни. Однако не стоит и отрицать тот факт, что спасение любым способом детских жизней – приоритет в любом обществе. Студия «Замуна». Приходом следующего гостя у нас в студии всегда становится немного веселее, светлее, ярче. Ну и вообще этот человек приносит с собой очень много позитива. Видите, Нэна, у нас в гостях утро доброе. Доброе утро. Вот так всегда начинается наша беседа с очень зычного громкого смеха. Ну, Нэна, мы тебя пригласили не просто так. Скажу сразу, объявлю нашим зрителям, что сегодня все-таки день внутренних войск Кыргызской республики, поэтому еще надо будет немножечко поздравить. Ну, начнем нашу беседу, наверное, вообще с новостей. Потому что интересного происходит у тебя. Что нового происходит или сейчас такие вот творческие поиски, может быть? Ну, если честно, нового каждый день, да? Например, новая что-то купила, что-то сделала. Ну, всегда новые песни, новые идеи, новые клипы. Ну, конечно же, это все так протяжно, со временем. Потому что, мое мнение, в год надо одну или две песни выпустить. Это, по-моему, мне кажется, самый такой максимум. И тщательной работы. Что еще нового? Ну, вот то, что я недавно съездила в Одессу, отдохнула, и в то же время показала всю красоту кыргызской культуры, ознакомила их украинцами и, конечно же, их удивили. Вот. И потом уже приглашение поступили в Грузию, еще поедем куда-то. Ну, как-то так. Ну, ты так вскользь рассказала о проездке в Одессу. Как будто вот так, совсем ненадолго проезжая. Но хочется все-таки узнать, что звучало, что было. Мы так понимаем, что ты, скорее всего, пела песни. Какие это были песни? Вообще-то туда пригласили, чтобы поддержать наших спортсменов. Там тоже была игра, то есть 16-е... Спортивное состязание. Да, состязание. Знаменитый клуб «Мангуст». Пригласили туда наших спортсменов. Это была игра, там, то есть вольная игра на песке. Ну, это борьба, то есть. Я как бы поехала их поддержать. Но в то же время, как бы не спеть наши песни. То есть еще спели Одесси, там, на украинском песню. Даже так, удивили их же собственными песнями. Даже так, они даже удивили, что это без акцента. Еще к РГЗ поют, еще к украинскому песню. Ну, как-то так. Одним словом была «Звездович». Ну, правильно, соответствовала. Ну, не знаю, я думала, я планета, там, солнечная система. Вообще галактика. Да, как такое. Мисс Вселенная Космос 2000. Как-то так. А можешь спеть на моем украинском сейчас? Без проблем. А задать что ли? Ну, хорошо. Черно врывцы на село моты У моим цветанковым краю Тайно вчила веснянки спеваты Про надею цветучу свою Как на ты черном рывцы погляну Бачу маты стареньку Бачу руки твои, моя мама Твою ласку я чую Редненька Очень душевно получилось, надо сказать. Очень здорово. Спасибо. Ну, а что касается дальнейших планов, куда пригласили? Ну, пригласили очень много приглашений. Поступила в сторону Грузии Есть еще конкурс в Армении Ну, я это еще думаю Ну, очень много приглашений Ну, надеюсь, мы это все осуществим И самое главное Это вот мечта детства Полететь в Лондон Вот, это надо Как в одной известной песне Хочется поехать в Лондон Ну, я надеюсь, что не жить, а просто Да, да, да Ездить, посмотреть и снова вернуться Конечно Но вот по поводу приглашения Они не просили спеть на их языке Ну, то есть, если в Грузии, то на грузинском Это, конечно Вот сейчас на грузинском как раз и То есть, уже идет подготовка? Конечно, конечно Насколько успешная она? Ну, вроде бы, по-моему, нормально Ну, не знаю, как грузинцы оценят Но, надеюсь, без акцента Стараюсь очень даже Можешь спеть? Или пока еще не очень готова? Можно Мы оценим Не знаю грузинского Браво! Мне очень нравится Вот хочется спросить Насколько важно знать вообще то, о чем песня Когда исполняешь композицию на другом языке? Конечно, это очень важно Чтобы передать эмоции Передать те чувства, которые вообще скрыты То есть, песня О, Арминда Это вот знаменитого певца Дато Это его песня Мы, конечно, знаем русский вариант Ну, песня, как расстаются два сердца Жить без друг друга не могут Но в то же время там такие красивые слова И когда это звучит на грузинском Я просто таю, как говорится Как самые настоящие грузины Как-то так Как-то так А вот на украинском Это тоже было Это про цветы Сами они мне перевели Я думала, это про какой-то город Про что-то Оказалось, что символ Украины Это цветочки Цветочки, бархатцы И про эти цветочки Что на родину, когда приезжаешь Это символ Это дают такое тепло И все остальное В то же время Надо знать, о чем вы поете И, конечно же, стараться так петь Как будто это пели сами То есть пусть это будут грузинцы Армянины Или как угодно Чтобы это было от души Ну, я думаю, что действительно Странно будет смотреться Если исполнитель будет с улыбкой Петь там очень грустную песню Там немного даже похихикила Ну да, еще припантанцовывая Хочу, что там своеобразное будет Ну, а что же Вот такие вот планы у Нэны Очень-таки серьезные А Лондон есть какие-то, может быть, даты Или пока это план, это цель? Ну, пока что это новый проект Который запустили на общественном первом канале То есть это будет программа English Show Я там участницей являюсь И кто победит, полетит в Лондон Как говорится И вот мы сейчас готовимся, стараемся Надеюсь, победа за нами Вот так-то А что нужно делать в этом конкурсе? Ну, конкурс там идет То есть образовательный и развлекательный То есть мы изучаем английский язык То есть и грамматику, и как это И все это в игровой форме То есть игры разные Мы должны все-таки владеть английским языком Ну, а там, получается, степень знаний У всех по-разному У кого-то ниже, у кого-то выше И мы все должны командной игрой Выиграть соперников В то же время Что плохо, это все закрытое голосование Вот поэтому Вот поэтому как-то мы еще не знаем Кто впереди, кто отстает, как говорится Вот поэтому Дай бог мы Но цель все-таки есть И я думаю, в ее достижении Можно, нужно идти Такими уверенными шагами Ну что же, теперь подошли к главному моменту То, что мы хотим поздравить Сегодня Виновников сегодняшнего тормоза Сегодня важный, между прочим, день для Внутренних войск Кыргызской республики Поэтому я думаю, что это важный день Не только для них, но и для всех нас Вот, поэтому, Нына Если можно Мы хотели бы попросить тебя исполниться вживую Потому что, ну, я думаю, что такое исполнение Оно самое такое теплое Ну и что-то, наверное, все-таки тематическое Хорошо Можно поздравить Поздравляю всех-всех наших виновников То есть внутренних войск Кыргызской республики Вам крепкого здоровья И, конечно же, побольше оптимизма Все-таки Кыргызстан Это наша не только родина Но и то место, где мы будем счастливы И всегда, и наши дети Вот поэтому вам только позитива Здоровья и успехов во всем А песня будет тематическая Только на нашем языке Милицианы капитаны, как говорится Ждем Кызыл чоқтой мен өсім Тоқ-то сенің мүн өсім Гелбеттін бәр чарашат Джилдыс жамған меніне Милицианы капитаны, милицианы капитаны Милицианы капитаны Кинг далі лу азамат Милиционы-капитаны, 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 кинг-дал-э-лу-а-замат. Вот такое поздравление. Ну что ж, наверное, спасибо большое за то, что ты пришла, рассказала об интересном, спела нам на разных сегодня языках. Было очень здорово. Ну и, конечно же, поздравила с сегодняшним праздником. Спасибо вам тоже, что пригласили, и я очень рада, что вы будете своим красивым голосом и вообще с позитивом нашу страну и тем более меня. Спасибо вам большое. Спасибо за прекрасные, добрые слова, за интереснейшую беседу. Друзья, дамы и господа, подошел к концу наш трехчасовой эфир. Мы надеемся, что ваше настроение поднялось слегка, вы зарядились позитивом, бодростью и готовы решительно идти по этому дню. Да, и мы хотим пожелать всем вам искренности, открытости. Пусть сегодня ваше настроение заряжает всех окружающих. Всего хорошего. Ростислав Мохотин, Алия Алжанова были с вами. Пока. Пока.